добро пожаловать на четвертый урок и мы добрались до первого документа точнее схемы с которой обычно начинают проект по созданию или модернизации сети это структурная схема сети в чем ее смысл и как ее рисовать мы как раз сегодня и обсудим и так структурная схема или структурка как ее часто называют отображает архитектуру вашей сети в общем виде а также главные функциональные модули то есть по сути сам концепт вашей сети глядя на нее вы должны понимать как все устроено и как это примерно работает именно примерно потому что довольно часто важные детали можно отразить только на l2 или l3 схеме структурная схема по идее должна быть понятно всем даже тем кто никогда сеть не настраивал поэтому структурку еще часто называют логической схемой сети далее важный момент где кстати вот многие новички делают ошибку вот список того что на структурной схеме не отмечают это ip адреса порты и виланы это все уже на l2 или 3 схемах мы с вами с этим еще поработаем плюс нежелательно отмечать на структурной схеме типы соединений то есть это медь оптика спутниковая связь и так далее хотя в целом там иногда и ради исключения можно это сделать когда это скажем так очень важно для описания общего концепта вашей сети например когда там часть филиалов подключается по спутниковой связи часть по оптике и это важно с технической точки зрения иногда это можно отразить теперь давайте рассмотрим типовые элементы структурной схемы их конечно больше на самом деле но конкретно эти элементы встречаются почти наверное каждой сети во первых это коммутаторы как l2 так и l3 затем маршрутизаторы или мишневые экраны также на схемах почти всегда отмечают сервера компьютеры и ключевые сегменты сети типа интернет провайдера dmz серверного сегмента локальные сети вай фай и так далее тут сразу могу дать общую рекомендацию используйте иконки одного стиля очень многие считают что визуальная составляющая не сильно важна и можно просто накидать схемку по-быстрому лишь бы она была как говорится это не так встречают по одежке как говорится и если в руки попадает красиво и самое главное понятная схема то работать с человеком который сделал уже будет гораздо более приятно и охотно поверьте проходил один раз ладно об этом мы еще не раз поговорим возможно пока еще не совсем понятно что же это за структурка но уверяю вы быстро поймете когда мы перейдем уже к практике на самом деле когда вас просят вот там нарисовать ту или иную сеть там например карандашом на листике то как правило бессознательно начинает рисовать именно структурную схему все структурки же и чаще всего начинают проектирование сетей когда-то набрасывают там сам концепт так что это очень важный навык ну что ж давайте начнем выбирайте любую удобную для вас программу визио diagrams.net неважно и начинайте вместе со мной я буду использовать diagrams.net итоговым файлом я потом поделюсь с вами под видео в качестве примера мы возьмем дизайн классической корпоративной сети так что это в любом случае вам пригодится ну что ж приступим draw io создаем новую диаграмму я обычно начинаю всегда с пустой создать и так убедимся что у нас да иконки cisco 19 включены я обычно использую их если вы там используете визио то используйте иконки которые я там показывал где их скачать на мой взгляд они наиболее привлекательны что ли на текущий момент ладно я в первую очередь определяюсь какие сегменты мне надо отразить на схеме понятно что ситуации бывают разные там все сильно зависит от конкретного там проекта но есть сегменты которые есть почти в каждой сети первые два сегмента они по сути очевидны это локальная сеть то есть local network и интернет давайте перетащим сегменты я обычно обозначаю облачком возьмем одно облако сделаем его чуть чуть побольше и еще одно облако под интернет так причем сайте весьма часто может быть что у нас два канала интернет это мир isp1 и isp2 поэтому давайте сразу отразим два провайдера перетащим их вверх и я обычно на самом деле сразу подписываю пусть это будет у нас isp1 то есть интернет сервис провайдер и isp2 и подпишем наш сегмент локальной сети тут на самом деле не знаю как вам удобнее можете писать на русском можете на английском я уже просто привык ключевые сегменты называть именно на английском языке поэтому я напишу про то local network опять же с точки зрения сегментов вы должны их располагать логично то есть понятно что не стоит располагать момент растянул не стоит располагать этот сегмент на одном уровне с интернет провайдером это просто нелогично с точки зрения восприятия схемы поэтому если у нас интернет сверху к примеру то соответственно что локалка у нас где-то здесь будет снизу ну очевидно это если мы грубо говоря делаем вот горизонтальную схему точнее вертикально если горизонтально соответственно здесь может быть интернет здесь будет локалка ограничимся пока этим так затем почти всегда есть сегмент серверов то есть можем скопировать можем кстати скопировать целиком и просто поправим название srv сегмент серверов ну наверное будет где-то скажем так ближе к локальной сети но точно отдельно от нее и практически всегда есть dmz сегмент то есть публичный сегмент которому есть доступ из сети интернет давайте также его отразим дадим имя dmz и так ключевые сегменты у нас уже есть теперь давайте отразим ключевые сетевые элементы которые эти сегменты собственно и соединяют само собой у нас будут коммутаторы доступа их может быть напомню что коммутатор доступа 2 уровня отображается именно этим значком вот никогда не путайте обозначение l2 или 3 свеча потом это прям вот скажем так хороших сетевиков это прям очень бесит и сразу меняется на самом деле смысл концепт самой структурки вот поэтому не ошибаетесь l2 свеч он выглядит именно таким образом давайте отразим их для примера парочку но совершенно точно не стоит отображать их много ну просто потому что у вас может быть сотни на самом деле а мы как помните отображаем именно концепт отразить отобразим парочку облака пусть пока будет здесь и этот чуть-чуть оттянем так что еще у нас есть ну естественно эти коммутатор доступа должны куда-то подключаться ходить сходиться там в одну единую точку то есть к ядру это уже как правило l3 коммутатор это наверное один из главных элементов сегментации именно локальных сетей как правило это свеч именно 3 уровня который умеет маршрутизировать трафик между локальными сегментами там где нужна высокая скорость чаще всего ядро делают из двух коммутаторов то есть это стэк отразить это довольно просто если помните из наших уроков добавим просто еще один и отправим его на задний план вот таким образом мы можем отразить стэк коммутаторов далее у нас идет периметр сети и здесь как правило может быть либо маршрутизатор либо firewall но все зависит от конкретной сети мы отразим firewall и опять же покажем что это кластер опять же находим правильную иконку security ну пусть будет вот такой помните про выравнивание отразим что это тоже кластер можно сделать следующим образом задний план отлично обратите внимание мы не вдаемся в подробности подключения или технологии то есть этого всего подключения мы лишь обозначаем на структурке важный факт что наши ключевые модули в отказы устойчивом исполнении кластер стэк неважно и это вот как раз нас ядро и периметр кроме коммутаторов ядра и доступа у нас еще будут коммутаторы локальных серверов и dmz коммутатор то есть еще два функциональных модулям у которых есть своя задача тот самый принцип модульности о котором я все время говорю в своей там старой книге архитектуры кооперативных сетей то есть мы как раз здесь отразим что все серверное оборудование у нас подключается к своему отдельному функциональному модулю и такая же история у нас собственно с firewall точнее с dmz выравниваем так и для наглядности также отразим что именно в наших сегментах является основными функциональными единицами то есть это сервера и рабочие станции это также можно найти здесь ну в качестве рабочей станции давайте возьмем например такой компьютер в качестве серверов тут уже вам на выбор на самом деле но я часто беру либо вот такой сервер либо ну либо какой-то такой на самом деле если будет корзина грубо говоря давайте возьмем классический вариант естественно у нас это опять же можем отразить это виде нескольких устройств давайте поместим их например в сегмент серверов отлично и несколько отобразим наших компьютеров облачко пока уберем то есть здесь 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 ну что ключевые модули добавлены осталось это все дело соединить и скажем так навести красоту ну и заодно потом подпишем все оборудование так давайте начнем выравниваемся по одной линии подключаем коммутатор наш к ядру меняем сразу тип линии нам стрелка не нужна аналогично подключаем наш второй коммутатор доступа давайте подключим наши рабочие станции суда что вот они подключаются именно сюда опять же здесь желательно выровнять таким образом подключимся здесь здесь обратите внимание что я соединяю именно в точки привязки точки соединения точнее здесь называется я все время путаю немного косметики можем облака стоп давайте сгруппируем уже просто отобразим что это что у нас здесь именно локальная сеть отлично подключаем наш коммутатор серверный есть и подключаем наш облако с серверами выравниваем обязательно аналогично с дмзшным свечом соединяем и наше облако также выравниваем и подключаем двух наших провайдеров давайте их поближе подтащим по центру один провайдер второй провайдер соединяем мешцевый экран ядром так ну и давайте подпишем например core switch далее access switch затем срв свеча дмз свеча что еще можно сделать если вы хотите какие-то ключевые элементы скажем так функциональные сегментов отразить это можно всегда сделать например в dmz что у нас может быть там может быть наш веб-сайт что еще может быть какой-нибудь из mtp relay какой-нибудь я не знаю пусть будет dns и так далее можем отразить что конкретно здесь находится аналогичным образом можно в серверном сегменте отобразить например здесь у нас ad 1s что еще там может быть файловая шара ну и так далее можно отразить можно либо сбоку ну опять же как позволяет ваш лист можно либо сбоку либо снизу как удобно плюс иногда можно там не знаю на структурке опять же отразить там два ключевых сегмента каких-нибудь например у вас может быть сегмент обычных пользователей и сегмент например там бухгалтерии но такое на самом деле делается реже потому что структурка все-таки опять же про то как примерно все устроено вот таким образом вот выглядит наша структурная схема согласитесь что в принципе даже если не понимаешь как работает точнее никогда не настраивал сеть вполне все понятно то есть здесь нас локальная сеть с компьютерами здесь коммутаторах которым они подключаются здесь есть вот какой-то центральный модуль локальной маршизации есть вот свитч куда включается все там серверное оборудование есть на периметре у нас на границе с интернетом опять же в какой-то firewall видно что опять же здесь их два то есть понятно что кластер либо еще что-то есть dmz ну и так далее вот у нас и получилась типовая структура структурная схема типовой корпоративной сети согласитесь что по ней весьма быстро можно понять что и где находится как примерно опять же организована работа если потом вдруг понадобится модернизировать сеть к примеру добавить какие-то там пограничные маршрутизаторы то мы с легкостью это можем сделать опять же на нашей схеме которая потом возможно достанется какому-нибудь другому админу или инженеру поверьте он будет благодарен мне по работе очень часто приходится буквально щипцами вытаскивать информацию о сети заказчика и очень часто заказчик он даже примерно не понимает как все работает просто говорит что там так сложилось исторически я здесь работаю там всего там полгода вот очень часто такое слышу вот это общий концепт наверное это все что я хотел вам сегодня показать в этом уроке опять же обратите внимание никаких ip адресов никаких иванов никаких портов только общий смысл на этом мы заканчиваем урок спасибо за внимание и жду вас на следующем уроке